Мы готовы, наверное, начать. Давай отбивочку, да? Отсечку и начинаем. Хорошая отсечка, подожди. Три-четыре. Доброе утро, друзья. Доброе утро, друзья. Все, давай, сейчас, на чистовой ты первый, здоровый, окей, все, погнали. Ты сказал, что ты здороваешься, господи, ты боже мой, надо простить, друзья. Всем привет, друзья, с вами игромания Утром, с вами Захар Бочаров и Артаваст Мурадян. За кадром Василий Копейкин создает атмосферу, улыбается, сидит. Сегодня пятница, мы подобрали для вас самую классную подборку самых клевых игровых новостей для того, чтобы перед этими выходными порадовать вас классными вещами. Напоминаем быстренько про скидочку на Fallout 4. Подожди, рано еще. Почему рано? Для скидочки никто не знает. Ну, хорошо, это понятно. Fallout 4 совместно с сайтом G2A.com при оформлении предзаказа на русскую версию вводите смело код игр F4 и получите скидку в 15% на Fallout. Да, ссылка и баннер есть в описании. Можете кликать, там все написано. А главное, что это супер дешево сейчас. Да. Потому что в Fallout в Steam, по-моему, 2000 стоит. Уже где-то так вроде бы. Да. А на G2A он, по-моему, 1700 стоил. В последний раз, когда я смотрел, просто цена зависит от евро. Вот. И сейчас рубль подрос, и поэтому евро чуть-чуть спустился. И 1700, и со скидкой там что-то 1400, что-то получается. В общем, копье. Я сегодня себе буду брать ее. Копье. Ты будешь играть на ПК? Я буду играть на ПК. 4700, Карл! Извиняюсь за Карла. То есть, я хочу сказать, что сегодня курс рубля к доллару, он немножко отскочил. Я и говорю, да. Поэтому цена упала, потому что пару дней назад, когда у нас началась только скидка, он стоил 2000, G2A, по-моему, или около того. Короче, самые дешевые цены. В общем, круто, берите, не хотите, не берите, но вы тогда не любите Арика. Да, вы не любите Арика. Все, ладно, это все объявления на сегодня. Нет. Ну, просто напомню, что в конце мы разыграем 3 G2A гифт-карты на 10 евро. И билетный Игромир. Вот такие дела. Подписывайся. Вы можете успеть подписаться во время. Нет, ну подожди, если вы не хотите получить шанс выиграть билетный Игромир или G2A гифт-карты, не подписывайтесь. Это простая опция, ее не надо объяснять. Сложную опцию надо объяснить. Вы можете подписаться в течение эфира и при этом поучаствовать в розыгрыше в конце, поэтому учтите, у вас еще есть время. Начнем. Начнем, пожалуй. В Париже открылось временное кафе Metal Gear. Эта новость порадовала меня вчера. Небольшое кафе, приуроченное к выходу пятой части, естественно, предлагает изысканное меню, связанное с играми серии в какой-то мере. Появился, кстати, повод съездить в Париж. Ой, как будто мало поводов съездить в Париж, я тебя умоляю. Любимый город Элизабет из Bioshock Infinite. Кстати, Bioshock Infinite, моя футболочка. Тебе плюс один повод, я бы сказал, съездить в Париж. Слушай, ну любимый город Элизабет не равно любимый город Артоваста Мурадяна. Да естественно. Вообще многие вещи, которые уважает человечество, не равно вещи, которые уважает Артоваста Мурадяна. Все уже давно это поняли. Тем не менее, в Кафе по Metal Hero можно отведать такие вещи, как Hot Diamond Dog и запить это фантомным коктейлем. И, в общем, разные всякие классные штуки, связанные непосредственно с какими-то игровыми вещами. Мне нравится, что есть алкогольный коктейль Le Fantôme и безалкогольный Le Ocelot. Да, Ocelot точно должен быть безалкогольный. Какой же у него классный прикид в игре. Я просто... Знаешь, вы на него смотришь и хочется фотографии отправить в моду московского метро, вот эту группу. Слушай, ну я не согласен, мне нравится. Я бы так одевался, как он одевался. Ну, я не знаю. Если бы я был Ocelot. Ну, я не знаю. Если бы ты же в 84-м, может быть. Не суть. Кафе просуществует некоторое время, потом будет закрыто, если я правильно понял эту новость. Прокомментировал в своем твиттере... 1 сентября кафе закроется, если быть точным. А, 1 сентября. 1 сентября кафе будет закрыто. Как грустно. Это значит, можно накидаться только до релиза. Так, срочные билеты во Францию. Пока еще можно выпить Le Ocelot. У меня, пожалуйста, Hot Diamond Dog и Le Ocelot. Прокомментировала это Стефани Жустен, если я не ошибаюсь. Актриса, которая исполняет Квайт в своем твиттере. Сказала, жалко, что это открылось в Париже, а я в Токио. На что хочется сказать. Стефани, мы вообще в Москве. Жизнь бывает странная. В двух словах, да, о ценах. Там очень дешево. Так что, если вы вдруг в Париже, все очень может быть. Нас смотрят во многих городах мира. Если вы в Париже, бегите. 5,5 евро за коктейль. Это очень дешево. Для сравнения, две бутылки пива в Европе стоят как... Мне кажется, сейчас с этим скачущим курсом некорректно обсуждать цены в евро. По европейским меркам, да. Я же говорю, для тех, кто в Европе находится. Естественно, сейчас никто не ломанется ради того, чтобы в кафе посидеть. Кто сумасшедший фанат, типа тебя. Я бы с удовольствием не поваливаться. Но никто же не ломанется из Москвы. Просто для сравнения, если в европейских реалиях это очень дешево. Ладно, окей, да. Мы просто не Европа, видимо. Надеемся, вы покушали передать ей новость или во время ее. Следующая новость довольно интересная. Звезда светлячка приедет на русский комик-кон. Да. Напомню, что такое светлячок, если вы не в курсе. Это культовый сериал. Я бы сказал. Один сезон культового сериала. Научно-фантастический сериал. Научно-фантастический сериал. Научно-фантастический. В двух словах, это про ковбоев в космосе. В общем, очень интересно. Посмотрите, если не смотрели. Организаторы комик-кон раша 2015 объявили, что на мероприятие приедет особый гость актриса Саммер Глау. Известная по роли Риверт Эм в культовом сериале. Вот. Так что, я прям даже не знаю. Это хорошая новость. Это лучше, чем Миша Бартон. Лично для меня. Коллинз. Ой, Миша. Господи, Миша Бартон. Миша Коллинз. Миша Коллинз. Лива Целот. Блин, поставай себе в Твиттере Лива Целот. Это лучше, да. Потому что, ну как-то мне блин. Потому что она женщина. Это я смотрел, а то нет. А, окей. Окей, я тебя понял. Давай. На самом деле, просто разница исключительно в поле малолетних посетителей выставки. Юных посетителей выставки, давайте. Ты хочешь сказать, что организаторы решили, что им не нужен миллион сумасшедших маленьких девочек. Ну, можно мальчики. Им нужны сумасшедшие мальчики. Да, как кажется, кто сносит ограды на пути к автограф-сессии и толпится около туалета, не давая выйти оттуда. Summer Glau выступит на публике в первый и во второй день выставки, 2 и 3 октября. Поклонники сериала «Светлячок» смогут сфотографироваться с актрисой и взять у нее автограф. Билеты на фото и автограф-сессию можно купить на сайте Comic-Con Russia. Кстати, вот были ли билеты в прошлый раз? Я не помню. Я не помню, но я помню безумие, когда там дети ходили, типа, возьму браслетик, попаду в рабство, дайте там, чтобы к нему пройти. Ну да, может быть, попытка как-то это структурировать, она на самом деле хорошая. То есть, да, действительно, покупаешь билет, зато гарантированно попадаешь, Аня, ну серьезно. Ну преследовали бедного Мишу. Напомним, да, что сегодня в конце выпуска мы разыграем один билет. Мы каждую пятницу до Игромира будем по одному билету разыгрывать среди платных подписчиков. И в паблике. Да, и в паблике тоже скоро начнем. В общем, везде разыграем. Но пока начали мы раньше всех здесь, пока остальные розыгрыши будут ближе уже к Игромиру. Вот, а так билет стоит 1100 рублей на первый день, 1500 на второй, 1300 на третий день. А вип-билет дает допуск даже в день, который могут посещать только пресса. Вот. А, все посетители, кстати, довольно забавная история, тема. Все посетители получат Ведьмак 2, биться королей, все посетители выставки. Вот, это совместная их акция с Гогом. Вот, что довольно забавно. Бицуха королей. Лицуха королей, да. Ладно, да. Второй Ведьмак тоже вполне себе ничего. Но он хорош. Ну, кстати, да. Ну, забесплатненько проходишь, а потом покупаешь себе третью часть. Ну, в общем, приятно. Бонусом бесплатным приятно. Как приятно и появление мультиплеера в игре Dirt Rally. В раннюю версию раллийного симулятора Dirt Rally, которая с конца апреля находится в раннем доступе к Steam, добавили мультиплеер, потому что раньше был только асинхронный, теперь многопользовательский для всех. Это не единственное нововведение, которое привнесло новое дополнение, в том числе в игре появился новый норвежский трек, новые гонщики, дождливая погода на всех трассах, три автомобиля, ну и так далее по мелочи для любителей гонок. Доступ к новой игре от Codemasters сейчас стоит 999 рублей, что на 200 рублей дешевле, чем раньше. Вот такие дела. Скидки тоже случаются. У нас есть на сайте превью. Если вы хотите узнать побольше об игре Dirt Rally, то поиграйте. Я думаю, что мы скоро еще и постримим, потому что давно уже мы с Федей пытаемся собраться и постримить, ему надо ехать до нас довольно долго. В общем, это довольно сложно, но я думаю, что в сентябре мы постримим, потому что я очень люблю ралли. Это странно, да. Действительно. Вот, я хочу поиграть. Но я так люблю, знаешь, в духе, ну типа не ярые фанаты играю во все части, а просто я играл несколько раз, ну в старые. И тебе понравилось. И мне очень нравилось, и мы часами с другом заседали, и мне очень хочется вернуть то чувство. Вот так вот. Достойно. Я надеюсь, зрители оценят твой порыв. Давай пока что перейдем к следующей новости. Ну ладно. Стартовала новая распродажа игромании G2A. Да, друзья, как часы мы выкатываем для вас новые распродажи. Да. Ссылка, я сразу скажу для тех, кто где, 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 ссылка в описании, баннер кликайте. И наверное где-то в чате у нас тоже проскакивает, нет? Да, в чате будет проскакивать, пока не проскакивает, но Василий все сделает. Хорошо. Что тут скажешь? Я думаю, что красноречиво цены за себя говорят. Ну давай, извучим несколько позиций, как всегда. Например, Call of Duty Advanced Warfare, последний на данный момент, стоит 678 рублей против 2000 в стиме. Почти 2000, что неплохо, по-моему. Вот. Metro Last Light вообще можно купить за 63 рубля. Магику 2 за 184, Mortal Kombat X за 663. Ведьмак 3, дикая охота за 520 рублей. Если вы вдруг не купили, то в два раза дешевле, чем стим сейчас можно. Я уже не знаю. Не знаю, не выкупите. Только может быть проблема, что могли уже разобрать. Стартовала вечером, надеюсь еще осталось, в любом случае поспешите. Вадя говорит, что уже раскупили, ну ладно. Не везет Ведьмаку, слушай. Просто очень вкусная игра и всегда... Просто каждый раз запускают распродажи. А, появился Ведьмак, появился третий. Давайте, бегом. Я просто помню, в прошлый раз люди писали блины, типа, прошло два дня, я уже не успел купить у Ведьмака. Бегом за Ведьмаком. Друзья, если хотите, вперед. Да, в общем, очень много разных цен. Плюс скидка игр F4 на Fallout 4. Акция продлится до 2 сентября. Заходите на сайт, изучайте цены, присматривайтесь. Подбирайте себе игру на осенний вечер. Мэд Мэкс за 760 рублей. По современным меркам цен, это вообще копейки. Вообще это просто 10 евро, если что. 10 евро. Это как два леоцеллота. Даже леоцеллота дороже будет. Там еще евро придется докинуть сверху. Дешевле, чем два леоцеллота. И знаешь, такие два оцеллота, ctrl-c, ctrl-v просто рядом стоят. От зеркаля. От зеркаля. Да, да, да. Равно и такой Мэд Макс со спины. Вот этот кадр, как любят сейчас современные обложки делать. Да, забавно. Такая вот чудесная новость. Я надеюсь, это вас порадует. Потому что это все мы организуем, естественно, для вас. Да, друзья, не так-то просто сейчас вообще организовывать вещи. Обидно, особенно в такие моменты, читать. Вот, что за фигню вы засунули? Почему тут нет, я не знаю, там, Metal Gear'а за 10 рублей? Да, ведь у меня кажется, осталось 10 рублей. Ты читаешь документы, блин, ну... Ладно, ничего, Алик. Мы заглушим боль в нашей душе. Моя просто боль. Каждый злой комментарий ранит меня в сердце. Каждую клеточку. И то место, где оно должно быть. А там пустота. Там пип-бой. Divinity Original Sin 2 собрала нужную сумму на Kickstarter за полдня. Как мы уже рассказывали как-то в наших выпусках вчера, Larian Studios начала на Kickstarter компанию по сбору средств на сиквел Divinity Original Sin собрать необходимые 500 тысяч долларов справедливости ради не очень большую сумму по меркам. Ну, им же нужна была не... Ну, у них же, в принципе, все есть. Им нужно было просто докинуть денег. Ну, да. То есть, ну, наверное, не весь бюджет, но собрали в любом случае быстро. За полдня, поэтому бюджет будет, мне кажется, несколько миллионов, как минимум. Когда писалась новость на наш сайт, там было 600 тысяч долларов уже. Количество пользователей, вложившихся в игру, составило более 14 тысяч человек. В запасе разработчиков есть еще 34 дня, чего вполне достаточно для того, чтобы установить новый рекорд площадки. Для этого Divinity Original Sin 2 придется обойти Shenmue 3, на создание которой собрали 6,3 миллиона долларов. Напомним, что на данный момент Shenmue 3 проект, который собрал больше всего денег на Kickstarter. Я имею в виду из игровых. Да, да, да. Продолжение. Divinity Original Sin анонсировали 12 августа и пообещали показать прототип новой игры на выставке Pax Prime, которая уже вот-вот начнется с 28-го. Ну вот-вот началась. С 28-го это уже? Да, да. Сегодня началась. Поэтому в понедельник будет много новостей с Pax Prime, будьте готовы, приходите, будет прямо вал новостей реально. Ну я надеюсь, что там не будет. Я тоже надеюсь на это. Видео прототипа можно оценить уже на собственном Kickstarter. На нашем сайте. Видео, которое показывает сейчас вам Василий. Вообще, я вот знаешь, когда смотрю каждый раз, ну как можно ему не занести денег? Он такой милашка. Просто. В общем, он на тебя похож, если бы ты родился в Норвегии. Вот поэтому ты и чувствуешь с ним какую-то связь со Свеном Вингером. Да, все так. В общем, если вы не играли в Divinity Original Sin, я вам очень рекомендую. Очень хорошая игра. Скоро выходит на консолях, кстати. Скоро выходит, да. Если вы ярый консольщик, дождитесь. Если вы пока боярин, то, ну как, я не знаю. Но это одна из лучших игр вообще вышедших с Kickstarter. Вот правда. То есть при всех ее недочетах я тебе очень рекомендую поиграть. Если у тебя есть лишние несколько десятков часов. Конечно. Всегда. Всегда с радостью и с легкостью. Когда выйти на концерах, может попробуем. Попробуем. Ну она правда. Много хвалит. Она много времени отжирает, но она прям вообще. Артемий Козлов там создал Игоря Николаева себе. Это было довольно весело. Поехали к следующей новости, связанной с нашей скидкой. Да. То есть Fallout 4. Да. Не выпуска без Fallout 4. А теперь у нас точно не выпуска без Fallout 4. Потому что скидка будет месяц длиться. Спалил. Да. Bethesda показала несколько изображений из артбука по Fallout 4. Такие вот новости. Она такая созерцательная новость. Это новость созерцательная. Просто напомню о том, что недавно анонсировали артбук, который выпустит Dark Horse. Это издательство, которое выпускает комиксы. И артбуки по играм очень часто. Они же выпустили, к примеру, комикс по The Last of Us. Артбук по The Last of Us. Комикс по Mass Effect. И вообще они с геймерами дружат. Вот. Книгу под названием The Art of Fallout 4. Без сюрпризов. Да. Выйдет 22 декабря. И напомню, что обычная копия будет стоить 28 рублей. Копия. Все правильно. Но книжка же тоже копия. А в твердой обложке 40 долларов. Вот такие вот новости. Очень... Не знаю. Я смотрю... Нет. Я как-то... Ты спокойно относишься. Я спокойно... Не, я бы хотел, понимаешь. Но пока... Я дождусь, когда он нас выпустит. Но стопудово выпустит. Арик. Это 4 леоцеллота. Это 4 леоцеллота. В твердом переплете. Я предлагаю... Это не 4 леоцеллота. Это почти... Нет, нет, нет. А, погоди. Они по 5 же, да. 8 леоцеллотов. Это уже нормальный вечер. И вообще нет. Потому что это 40 долларов. А доллары подешевле. В общем, 6 леоцеллотов. Окей, да. Но зато в мягкой обложке где-то 3 леоцеллота. Да. Я жду просто, когда он нас выпустит. Я уверен, что он нас будет выпускать. Да-да. Стопудово. Я почти на 100%. Поэтому уверен. Я надеюсь, что я не ошибусь. И тогда, да, я себе возьму. Или кто-то из моих друзей наверняка подарит у него на день рождения. У меня вот первый опыт покупки именно артбука. Я вообще не очень люблю именно собирать околоигровые. Коллекционировать я не очень люблю. То есть, чтобы игра там лежала в пленке, к примеру, и не трогать ее веками, это не мое совершенно. Вот. И я купил себе артбук по The Last of Us. Время от времени прям беру с полочки, пролистываю. Я себе, кстати, немного артбуков покупал. Вот один, который я точно помню. Он, кстати, не связан с играми. Я купил толстенную книгу. Не страшно. Альбом с покемонами? Нет, не совсем. По фильмам Весс Андерсона. Огромная книга, в котором очень красиво расписано. Много интересного про как он снимает и так далее. Артбуки мне просто обычно дарят. Ну, то есть, как сложилось. Ну, классно работает с цветом. Весс Андерсона. Он просто с цветом, с кадром. Не об этом. Да, не будем сейчас отвлекаться. Немножко элитарности. Вот щепоточку добавили в наш выпуск. А теперь возвращаемся к Майнкрафту. Который... Все контрастно, друзья. Как контрастный душ. Игромания утром. Добил просто. Он дебютирует на Wii U на очень интересной и заощренной форме. Telltale Games официально подтвердило, что интерактивное приключение Minecraft 2. Story Mode появится на Wii U. При этом конструктор от Mojang сам появился где угодно. Даже на телефонах. Но не на Wii U. Но не на Wii U. И не на Wii U, по-моему. На Wii U, по-моему, даже есть. На всем, по-моему, есть. Кроме консоли Nintendo. Забавно. Забавно, да. Просто щемят. Щемят их, понимаешь? Я сейчас тоже защемил его, на самом деле. Похожие, кстати, игры есть. Если вы хотите из кожи вон поиграть в Minecraft на консоли от Nintendo. Есть похожие вещи типа Cube Creator 3D, Cube Live Island Survival и Battle Miner. Что до Minecraft Story Mode, то она, как и все проекты Telltale, будет разделена на эпизоды. Первая часть выйдет в этом году на консолях ПК и мобильных устройствах. А демо-версию покажут, опять-таки, на нынешней выставке Pax Prime, которая проходит в эти дни. Мне даже добавить нечего. Я единственное, знаешь, осознал сегодня, что на самом деле хорошее название-то у игры. Minecraft Story Mode? Да. Ну, такое, а. Минималистично. Ну, с юмором. Почему? Ну, это типа Story Mode Minecraft, который, ну, обычно Story Mode в игре компания находится. Это отдельно, ну, то есть, забавно. Ну, то есть, не какой-то там Minecraft, там история дракона-убийцы, там, не знаю. Ну, неплохо. Ну, окей, хорошо. Ну, и стильно. Ну, изначально, ну, хорошо, да. Стильнее название. Я понял, я уловил твою мысль. Да. Честное, стильное, прямолинейное название. Следующая новость дня, мне кажется. Да, я, кстати, очень удивился. Но она очень крутая. Появились подробности фильма Assassin's Creed, друзья. Причем не просто, а кадр даже. Да. Типа постеры что-то. Майкл Фассбендер показался в образе испанского ассасина для грядущего фильма по игре. И новость, кстати, очень крутая, потому что стало известно, мне лично, может быть, это диким фанатами уже давно раскопали. Но это, по-моему, первые подробности. Первые, впервые. Да, Assassin's Creed фильм будет иметь свой собственный сюжет. Да. Он будет вплетен в общую историю игр, но при этом будет новый герой, это испанский убийца, которого зовут, я, простите, забыл как. Фамилия у него, по-моему, Линч такая довольно. Так, ладно, это я в процессе. Каллум, Каллум Линч, как-то так. Да. Но это не суть. Не суть, да. Пока первый кадр Василий вам сейчас показывает, я очень надеюсь, это Майкл Фассбендер. Прекрасный актер, если вы его не знаете. В роли бомжа с Курского. В роли бомжа. К славу Богу, он не в белом одеянии, потому что создатели фильма подошли с логикой, что человек, который, типа, убийца в стелсе, он должен выглядеть, ну, неприметно. Молодец, все правильно. Я тоже так подумал. Ну, мол, если бы он был в белоснежном одеянии, то в игре он, как бы, там меркнет и сливается с толпой. В игре ты просто плюешь на это, думаешь, хрен с ним. В фильме так не сработает, а поскольку там Испания 15 века, большинство населения бедняки, ходят в каких-то холщовых мешках, там воруют фрукты, условно говоря, и так далее, то он, конечно, должен сливаться с ними, поэтому его одежда вроде как и неприметная, в то же время стильная. Так что в этом плане мне очень нравится образ, нравится костюм. Здорово, что они стали паразитировать на Альтаири, Эдсу, Коннери и любом другом Ассасине, как по мне. Новая история, это очень хорошо, может, потом даже Игрули выпустят по этому поводу. Так, еще по поводу происходящего, он играет, фазбендер играет, как сказать, в современном обществе, он Колумн Линч его зовут, ну, то есть это как с Декстером история, с Десмоном, господи. И у него есть память о старом, то есть это построено в том же стиле, что и основная серия, то есть будет заменитель Десмонда, условно, в современном мире и его воспоминания в прошлом. Стоп, а псевдо Десмонда играет тоже фазбендер? Ну вот, видишь, вот написано, фазбендер играет современного ассасина, который переживает свою генетическую память старого ассасина, то есть вот так вот. А, тогда испанского ассасина, похоже, зовут Агулар. Да, я говорю, поэтому я... Окей, смотрите, ассасина зовут Агулар, который в 15 веке, а современного ассасина зовут Колумн Линч. Окей. Агулар, красиво. Да, я тебе говорю. Наверное, орел на испанском. У меня прям вера в этот фильм появилась, понимаешь, прям огромная вера. Прыжок веры. Серьезно, я думал, что будет какая-нибудь халтура, как, к сожалению, часто бывает. Ну, слушай, фазбендер вообще не очень снимается в плохих фильмах. Да, к счастью. Ну, хотя Иксмен... Нет, Прометей, это как раз-таки норм, а вот Люди Икс, первый класс, серьезно? Нормальный фильм. Ну, в своей нише он нормальный фильм совершенно. Совершенно нормальный. Нет. Я что-то в конце прям растрогался, на самом деле. Ну, это ладно, это отдельная история. И последняя новость. Также в фильме сыграет Марион Катияр из «Темного рыцаря», если вы помните. Дочь Рассальгула. Я надеюсь, все смотрели «Темного рыцаря», иначе это был сейчас huge спойлер. Вот. А также... Раб из фильма... Раб Фазбендера, кстати, из фильма «12 лет рабства». Вот так вот. Актер, который его играл. Кеннет Вильямс. Окей. Вот. Актерский состав, в общем, подбирается классный и здоровский. Дата релиза еще появилась. Декабрь 2016. Декабрь 2016. Декабрь 2016. Декабрь 2016. Актерский персонаж, которого в последний раз видели в «Street Fighter Alpha 3». И теперь она будет играбельной в новой игре «Street Fighter 5». чем примечательно, с ним довольно откровенным нарядом, рестлинговыми приемами и тем, что она очень идеализирует Зангиева и в какой-то мере старается ему подражать. Напомним, полный список, наверное, персонажей, которые сейчас доступны в «Street Fighter 3». А, я хотел еще рассказать, ну, в двух словах, что он ей будет помогать Надешико при «V Trigger». Я не знаю пока что, как это называется, потому что я уже плохо помню. В «Street Fighter». Не помню, было ли это в четвертом, потому что играл миллион лет назад. Суть не в этом. Мне очень забавно, она начинает говорить в микрофон, когда ты вызываешь ее подругу. И она проводит приемы всякие, рестлерские, адские. Ты помнишь, когда показывали парня с огненными волосами? Я забыл, если честно, его имя. У него тоже есть какой-то момент, когда у него все тело загорается, волосы загораются, он проводит спецфремя. Я думаю, у каждого бойца будет такая тема в «Street Fighter 5». Пока что рост персонажей включает Рю, Чун Ли, Нэша, Бизона, Кэми, Брайт, Кена, Никали и Вегу. И теперь вот еще Рейнбл Мика. Напомню, на старте будет чуть больше десяти. То ли четырнадцать, то ли шестнадцать персонажей. Но они будут постепенно добавляться бесплатно по мере после выхода игры. Через некоторое время после выхода игры. Можно будет их заработать за внутриигровую валюту или за реальные деньги. Поехали дальше. Неожиданную новость. Dying Light получила демо-версию на консолях. Да-да, вы не ослышались. Да, нормально, все правильно. Dying Light шпарит. Скоро масштабное обновление. И поэтому они хотят познакомить игроков, которые еще не занесли свою деньги. Да, Dying Light, напомним, это зомби паркур-шутер в мире, в котором произошла катастрофа небольшая. Или там на территории. Я уже все забыл. Короче, зомби-бегалка. Зомби-бегалка очень-очень классная. Мы ее очень давно стримили, на выходе полгода назад. А сейчас, видимо, ребята осознали, что не все еще пропитались духом этого безумия. И решили выпустить демо-версию, в которой вы можете попробовать даже кооператив. Вот. На Xbox будет демо-версия весить 11,5 гигабайт. На PlayStation 4 9,8. Вот такие вот дела. Да, если вам тяжело принять решение, на самом деле, о покупке игры, то попробуйте. Потому что, мне кажется, демо-версия очень показательна в этой ситуации. То есть надо самому попробовать, насколько тебе интересно искать какие-то новые способы, уничтожение зомби-оружия, бегать, преодолевать препятствия. Вот это вот все. Если вам по вкусу демка, то полная игра вам тоже понравится. Потому что примерно это же самое и представляет на протяжении всей игры. То есть показательно. Не тот случай, когда я поиграл в демку, купил полную игру, а там оказалось совсем иное. То есть просто разработчики выбрали какой-то удачный момент. Да. А тут все выполнено в одном. Напомним, что игра продалась тиражам 5 миллионов кофе. Так что... Что? Демка с коопом, я же сказал. Да, вы сказали, да. Вася подсказывает, зачем ты нам за пределами экрана. Да, демка на всякий случай. Он нам не доверяет просто. На всякий случай, напомним, да, с кооперативным режимом. То есть можете поиграть со своими друзьями. Потому что кооп – это важная часть игрового опыта в случае с Dying Light. Да. Быстренько парочка новостей в конце еще. Давай, давай. Rise of the Tomb Raider получила коллекционное издание, в состав которого входит фигурка Лара Крофт высотой в 30 сантиметров, кнефритовое ожерелье, расхитительница гробниц, физическая версия внутриигрового журнала и коллекционный стилбук. Все это будет сложная упаковка, оформленная под деревянный грузовой ящик. Жалко, это не настоящий деревянный грузовой ящик. Было бы прикольно. Можно было бы в нем прятаться или спать. Да, потому что сам ящик выглядит мерзко. Да, кстати. Просто мерзко. А комплект довольно хороший. Да, я тоже. Я качество не могу определить по фотографии, но вот качество ящика явно видно, что это. Какого качества ты ждешь от деревянного ящика? Нет, если бы он был бы деревянный, именно ящик. Я, конечно, не человек из похоронного бирона. Видишь, он как будто обклеен. Я думаю, он будет серьезно деревянным. Он будет серьезно деревянным. Он не будет вот такой прямо. Это принт, мне кажется. Это фотошоп просто. Оформлен, ты же понимаешь. Слушай, никто не станет тебя фоткать в ящиках, сколоть это за месяц до релиза. Это просто... Ты готов съесть ящик, если он будет не деревянный? Я понимаю, что тебе обидно, что я не стал есть диском этого героя, но не я виноват. Виноват экономии. Я сдержал слово. Я уверен, что ящик будет деревянным, но ничего есть я не стану, если нет. Ну ты скучный такой. Кроме еды. Нам нужен новый спор. Давай ты съешь ящик, если он окажется деревянным. Но он не таким, как я говорю. Не сбитым из... А, ну ладно. Никто не будет есть ящики. Давай продумаем этот спор на будущие выпуски. 10 ноября выходит Rise of Tomb Raider на Xbox One. В начале года... И Xbox 360. В начале года выходит на ПК. В конце 2016 года выходит на PlayStation 4. Да, мне кажется, мы немножко путаницу повесили в одном из прошлых выпусков, потому что действительно было не до конца понятно. На Xbox One и Xbox 360 игра все-таки выходит в один день, 10 ноября. Пока что это так. Что, вы пока меня не было все напутали опять? Нет, просто мне казалось, что версию для Xbox 360 перенесли на начало года, и так вам было написано в нашей новости какой-то. И последняя новость на сегодня милая и прекрасная. Пятый эпизод Life is Strange заставит всех рыдать. Вот такая вот новость. Люк Бакхадуст, вот я не хочу вашей миссии. Неделя прекрасных фамилий. Из Don't Not Entertainment продюсер Life is Strange показал в своем твиттере фотографию с планом на пятый и заключительный эпизод интерактивной приключенческой игры Life is Strange, которую мы стримим, кстати, по понедельникам, так что приходите как раз к этому эпизоду. Чтобы посмотреть, как Арик плачет. Да. Согласно ему, рыдать будут все. Он написал в своем твиттере, что нашел записку на столе у Мишеля, а Мишель – это арт-директор игры, в которой написано заставить плакать актеров, заставить плакать игроков и заставить плакать твиттер. Вот такая вот нехитрая. Забавный план для компании, у которой есть в названии слова Entertainment. Да. Вообще, скажу вам, что игра действительно заставляет прям… Ну, если у вас есть душа, конечно, то она трогает душу. Вот. И заставляет… Нет, ну правда. Тебе тут только шутит, Захар. Нет в тебе… Я еще не играл. Нет в тебе… Ну, как сказать… Понимания… Тонкой… Ну, как сказать… Душе Артовазда. А-а-а. Я думал, ты сейчас скажешь, 15-летней девочке-подростка. Нет, на самом деле… Игра потрясающая. Вышел четвертый эпизод, я купил все. Я купил Season Pass. Сейчас, будучи добрым парнем, которым я являюсь, я дал своему другу поиграть «Ведьмак 3» на своей консоли. Как только он вернет, я думаю, выйдет пятый эпизод, и тогда я осилю все вместе. Потому что… Я вообще люблю эпизодические игры. Я думаю, мне понравится Life is Strange, я просто пока что не играл. Но, знаешь, вот мы общались, я не помню, на стриме это было или с кем-то отдельно, что игру все равно лучше проходить по эпизодам, потому что после каждого тебе надо, ну, перевалить немного. Это окей, просто я хочу… Потому что, если ты играешь… Да, я просто объясню, если ты играешь марафоном, то все смазывается. Ну, то есть, мы обсуждали эту тему. Хорошо, я верю этому, но мне нравится, что я сам могу решить, когда я хочу начать. В следующий эпизод. Да, это правильно. И просто все они построены как фильм. Ну, в общем, я очень рекомендую эту игру, мне очень нравится. Приконите на стримы. Мы прошли уже два с половиной эпизода. Да, я прям вообще… Очень нравится фильм Дони Дарка, если ты смотрел. Вот на этой чудесной новости. Да, это чудесные новости. Мы заканчиваем сегодняшний выпуск. Сейчас у нас будет розыгрыш, но мы попрощаемся с теми зрителями, которые в нем не слишком заинтересованы. Спасибо сегодня, что все были с нами. Мы вернемся к вам в понедельник вместе с подборкой самых важных новостей за уикенд. Ну, а сегодня с вами были Артаваст Мурадян, Захар Бечаров и Василий Копейкин. Спасибо большое, что смотрели нас. Счастливо, друзья. Пока. 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 Пока.